здравствуйте с вами женский лайф коуч из австрии алана стильбер и мы продолжаем тему женщина в ресурсе очень рада представить сегодняшнюю гостью врача эндокринолога кристина маркович я ее сразу подключаю привет кристина вот наконец-то мы увидели с тобой технологии вот скажи ты находишься в австрии да в европе все-таки вот вчера это был эфир москва-бали то есть пожалуйста нет преград вот несмотря на то что жизнь нам подкарывает разные жизненные обстоятельства можно и так до общаться можно же друг друга выручать помогать просвещать и радоваться цвести это же так классно здравствуйте всем всем привет спасибо что подключаетесь потихонечку кристина спасибо еще раз что ты с нами и рассказываешь о такой важной теме как женщина в ресурсе а и сегодняшняя тема щитовидная железа ты эксперт уже невероятные 20 лет уже этим занимаешься расскажи пожалуйста немного о себе откуда ты да спасибо тебе лана что пригласила меня я думаю сегодняшний эфир будет супер полезным всем 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 женщинам особенно женщинам которые как говорится в мульти функциональной то есть успеть и дома и на работе и бизнес свой вести и быть в ресурсе вот вообще реально ли это в условиях сегодняшнего мира да вот об этом мы говорим я с удовольствием поделюсь у меня целый конспект прямо все пункты потому что щитовидная железа это та батарейка вот то что мы в посте написали которая дает нам утром заряд бодрости желание и свершать дела двигаться достигать быть хорошим настроением ведь красивые волосы кожу прекрасную интимную жизнь настроение силы все 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 это наша батарейка и как я пришла до к ней я сама родом из высшей югославии мои корни из черногории это адриатическое побережье также из сербии то есть я сейчас я люблю говорить что я ребенок смешанного брака потому что она была одна страна и жизнь меня привела в россию как случилось в 90-е годы мы как раз семьей приехали на заработки как и многие наверное люди которые столкнулись в очень устойчивое время и дальше школа до ординатура медицинский вуз вернее ординатура обучение новое и меня просто вдохновило понимание что гормоны в таких микро 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 дозах они влияют полностью на наше тело а раз уж мы говорим про щитовидную железу представляете девушки 20-граммовая малюсенькая бабочка которая находится на передней поверхности шеи да совершенно верно я научусь сегодня еще как не прощупать самостоятельно на что обратить внимание чтобы заподозрить все ли у нее порядке и она по сути управляет полностью нашим обменом веществ если она работает неправильно все весь организм как будто знаете вот на стопе нет ни сил что-то делать и все валится из рук и настроения нет мышечная слабость ходить не хочется и депрессия все 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 вот в этом и сегодня мы поговорим как раз а пяти составляющие для хорошей нормальной работы железы прямо по пунктам как заподозрить у себя все ли хорошо или нет и здесь вот самый пятый пункт я как раз вот буду адресовать тебе как специалисту я вот расскажу что очень важно женщине знать во первых и свое тело как работает и и физика химия процессы гормональные идут хорошо и когда она приходит со своими какими-то запросами поучу для того чтобы разобраться в себе у нее есть целый паспорт свой что да вот мое тело работает вот так я знаю свою железу я с этим работаю я знаю как себе помочь и дальше разработать план чтобы прийти вот к именно вот то что сейчас модно называется лучшей версии себя но вот как раз себя апгрейдить у меня поверь лан 10 почти тысяч людей анализов которые прошли через мои руки я еще занимаюсь радио терапия это особое направление на стыке радиологии онкологии хирургии радиационной медицины и эндокринологии безусловно очень много женщин я видела которые вижу до сих пор которые живут без щитовидной железы и это возможно жить качественно ярко интересно просто понимая как это работа с найдя ключ можно совершенно спокойно жить классной интересной жизнью рожать детей получать 2 высшее образование переезжать в другую страну спортом заниматься все можно спасибо кристина прямо такое начало зажигательное я поражаюсь твоей энергией через интернет чувствую энергию прям в предвкушении нашего эфира сегодняшнего на самом деле я не понаслышке знаю что такое проблем с щитовидной железо мне тоже была эта проблема после первого ребенка на и поэтому мне очень хочется обратить на это внимание я знаю что это такое да и когда ты сидишь я писала об этом пост не знаю пара месяцев назад это сидишь в врача и тебе сообщает понимаете вы можете о втором ребенке забыть вообще-то так вот знаешь такое вот прям сидишь и не понимаешь в чем дело у тебя там сердце больно ты такая уставшаяся да не понимаешь что происходит вот но слава богу это все обнаружилось быстро я поняла уже не назначили лечение и так далее но об этом вернемся к этому вот расскажи пожалуйста с чего вот начать что интересно я хочу прямо пристально обратить внимание даже если нас сейчас и потом записи будут слушать женщины которые не знают вот что проблемы с щитовидной железой как раз у них и очень часто проблема вырисовывается поздно ну как поздно никогда не поздно но есть такие не специфические сначала симптомы как слабость бессонница раздражительность вроде как стресс да вот ну кого покажите ли человека кто не испытывал бы стресс потом где-то может давление подскочить или вдруг резко идет сердцебиение и женщина может пойти к кардиологу они обследуют и сердце сделают все необходимые анализы и никто даже не догадается сделать ультразвук щитовидной железы хотя бы прощупать эту маленькую железу или сдать кровь на гормоны и вот я сегодня расскажу какие гормоны нужно сдать для того чтобы по крайней мере проверить у себя а как у меня работает вот моя батарея очень часто женщины кстати обращаются диетологом для того чтобы похудеть говорят вот у меня такой спасательный круг пояс около живота или отекаю не могу понять причем тут от причина отеков проверяют почки проверяют сердце не забывают опять что это повинно тоже может быть неправильная работа щитовидной железы и нехватка гормона и определенных микроэлементов тоже сегодня скажем то есть психологические проблемы например депрессия неустойчивое внимание невозможно сконцентрироваться память там забывает женщина не хочется там невозможно делать свои повседневные дела отсутствие сил это тоже щитовидная железа так почему объясню так она работает щитовидный гормон щитовидной железы называется эльтероксин да это вот много знакомо эльтероксин или эутерокс мои пациентки здесь тоже кстати на эфире вот я их приветствует которым это знакомо значит тироксин это гормон щитовидной железы который вырабатывается из аминокислоты тирозина и сегодня кстати я напишу пост какие продукты содержатся в этой аминокислоте потому что еда это и есть наше лекарство если мы будем употреблять больше продуктов содержащие аминокислоту и тех составляющих с которой нужно чтобы железа работала хорошо то и гормонов будет выделяться гораздо больше и больше так вот аминокислота вот это вот тирозин к ней добавляется йод для этого еще нам нужен селен для этого нам нужен цинк этого нужен еще витамин d очень много составляющих и формируется гормон который вот этот вот четыре атома йода содержит да это именно тероксин на я тот самый свободный т4 который многие определяют у нас и дальше вот этот т4 это по сути про гормон вот здесь очень большая загвоздка кроется когда женщины определяют только свободный т4 но не определяют именно биологически активную форму она т3 это три атома йода и называется этот три йод тиранин вот этот три йод тиранин это как раз тот гормон который входит в клетку который взаимодействует с ядром клетки где находится рнк рнк это наш генетический материал до римонуклииновая кислота и благодаря нашему гормону щитовидной железы идет выработка белков энергии и эти белки белки это основа нашей жизни это и клетки которые для нашей нашего мозга до для нашей операционной скажем так системы это рост и развитие ткани это все ткани которые мы видим это наши волосы это наша кожа до качества ее непосредственно это наш менструальный цикл потому что тироксин вызывает утолщение слизистой оболочки матки которая соответственно участвует в регуляции нашего менструального цикла поэтому обязательно у кого есть проблемы с циклом проверьте щитовидную железу и когда я говорю проверьте щитовидную железу я имею ввиду определение крови свободного т4 вот этого прогормона и свободного обязательно 33 ведь почему для того чтобы из т4 формировался т3 нужны вот эти вот как раз микроэлементы которых я сказала если если в анализе вы приходите к врачу издаете там свободный т4 и ттг это тиротропный гормон всегда врачи просят этот гормон гиппу из этой центральной железы они как раз паре работают и ттг может быть нормы и т4 может быть нормы но есть дефицит т3 это как раз тканевой дефицит то есть по большому счету женщина в гипотиреозе то есть нехватки гормонов щитовидной железы об этом даже не догадывается она говорит своему врачу вы знаете а я испытываю усталость меня нет сил я отекаю по утра я набираю вес у меня цикл в этом месяце короче в другом месяце длиннее я раздражительно а есть что прописать приписывают антидепрессант это сплошь или и это к сожалению усугубляет порочный цикл потому что это как вариант но убежать от реальности то есть закрыться антидепрессанты они обладают то своим эффектом они не решают на биологическом уровне они могут быть на эти как надеть розовые очки но простите настроение может подняться а силы то не прибавиться оттуда и прибавлять если гормонов не хватает и вот этот и тироксин это гормон щитовидной железы он выделяет внутренне тепло вот она наша батарея если не хватает гормона я тоже говорю сейчас вот для девушек очень часто что мне говорят холодной ручки и ножки не могу согреться в зябкость все время такое ощущение что хочу еще там укрыться носочки одеть да это гипотериоз это нехватка гормон бывает и другая крайность гипер до излишне а вот это конечно совершенно другая история то есть если здесь идет нехватка энергии то тут бешеная энергия знаете вот как как пальцы в розетку то есть под ручьем все время жарко откройте пожалуйста окна дышать нечем все время будет забежать что-то делать сломать голову но это энергия она рассеивается она тоже не сфокусирована не сконцентрирована на себя то есть такое ощущение что ой я еще вот это вот хочу сделать и вот это вот и написать и и все на свете миллион дел и ни одно не наделано до конца от этого еще больше раздражительности и злости то есть на плохо и гипотериоз и гипертиреоз так вот если вот немного так вот все-таки сфокусироваться до подытожить из и конкретно по пункту давайте по пунктам скажем что нам надо чтобы наша железа работала хорошо во первых первым пунктом у меня тепло и солнце витамин d мы про него сейчас так много говорим эндокринологи наконец-то признали что витамин d это не просто витамин а это гормон умеет а удивительное средство которое мы сейчас используем не только для того чтобы предотвратить рахит да и какие-то проблемы с косточками зубами у наших детей наши все время с детства дам давали то рыбий жир то какие-то капсулы невкусные а потом забили на этом и и получается что пошла волна воспаления много иммунологических проблем вот вернули наконец-то витамин d и кстати во многих к видных протоколах как раз витамин d присутствует достаточно большим вот поэтому если у нас витамина d крови будет достаточно то соответственно и потребность вот в этом внутреннем тепле будет снижаться и это не будет дополнительной соответственно нагрузкой на щитовидную железу нам же что надо снять с неё лишнее то есть дать ей хорошие субстраты чтобы она могла выделять достаточное хорошее количество гормонов поэтому что значит нормальный хороший уровень витамина d сейчас нижний порог нормы считается 30 нанограмм на миллилитр то есть если мы определяем крови витамин d мы видим что очень часто поголовно пошли ведь дефициты витамина d бывают цифры 9 и 15 и даже 28 но все то что меньше 30 считается достаточным дефицитом и это следует лечить но тем не менее на кренологи были бы не эндокринологом если бы они не заморочились сколько же реально нам нужно в идеале и в идеале представляете это 60-80 нанограмм на миллиметр вот который у нас должен быть то есть не две тысячи да как советует дневная норма 2000 там в таблетках если это дозировка именно в капсулах суточная 2000 пожалуй это детская даже норма профилактическая 5 я своим пациентам даю и 10000 единиц это международный единиц дозировки витамина d а 60 или 80 нанограмм на дэд в крови который мы из вены берем поэтому эта дозировка непосредственно препарата уже не весь сасывается поэтому прежде чем назначать сколько мне нужно да какая схема мне подойдет нужно определить витамин d не просто так пить какой смысл да я часто видела что тоже мне приходят анализы сорок пять например такой так сложно так плохо сил нету настроения нет игру понимаете витамин d до принимать а сколько одну капсулу как написано а дозировка сколько 500 международных единиц детская доза она совершенно мимо особенно особенно сейчас вот это чувствительное время когда у нас нет ни солнца да все небо покрыто тучами то есть это практически постоянная постоянная многомесячная терапия поэтому пищу себя пункт 1 определить витамин d смотрим на цифры должно быть 60-80 исходя из этого подбираем дозировку то есть профилактика это хорошо да то есть многие начали сама я с ноября по февраль всегда употребляю дополнительно да через капсулу витамин d более того сейчас выявили что даже страны у которых очень много солнца такие как арабские эмираты например или египет поголовно дефицит витамина d да потому что очень жарко и не выходит на солнце даже люди которые много времени проводят на солнце все равно имеют дефицит витамина d то есть вопрос видимо в каком-то ферментном нарушении превращение вот именно в поле кальциферол то есть активную биологическую форму поэтому это вот предмет изучения медицины но на это надо обращать обращать внимание ты правильно то есть полчаса как мы знаем полчаса вроде советует минимум полчаса на солнце побыть нужно наверно мало да вообще это нам и кислорода не хватает очень сидим особенно вот кто сейчас вот пережили мы все пандемию мы принимаем не хватало и воздуха и солнца и движения и психологический бескомфорт поэтому хочу вот сейчас особое внимание всем слушателям сказать времени много прошло да вот уже мы вошли во второй год пандемии и ничего не проходит бесследно очень много сейчас проблем у женщин с менструальным циклом проблемы с щитовидной железой видим это отголоски сейчас того что было тогда поэтому если есть какой-то дискомфорт что-то мешает от скажем так душит нам еще перейдем во второй фазе лекции как определить хорошим весь состояние щитовидная железа вот здесь очень очень важно вот эти пять пунктов да вот для себя вынеслись то есть не упускать профилактика это всегда лучше чем в лечении вот и я хотела да вот так самое в голове и в коучинге извиняюсь да мы не мы не ждем момента когда уже все мы вошли там в депрессию или бернаут да профилактика спрашиваем себя как я себя чувствую что ощущает на на сессиях мы тоже проговариваем состояние на каком ресурсное состояние или нет на что обратить внимание то есть очень важно не ждать уже когда поздно да и потом это же замедляется увеличивается на годы восстановления здесь мы можем через профилактику поддерживать жизнь в гармонии и балансе как мы любим говорить да но это действительно так так и есть просто нам кажется очень часто многим вернее вот как-то кажется что ничего не поправить ничего не сделаешь меня генетика ну да генетика то мы не можем отстать списываться щитов но есть много того что в нашей ответственности например то я могу встать и пойти в лабораторию определить как у меня дела если у меня дефицит а витамина если у меня не меня если у меня достаточное количество железа как я питаюсь как я планирую свой день вот это мне массиво надо все таки по взрослому себя вести я хотела сказать для твоих зрителей для твоих клиентов может быть сейчас рабочее время не все нас могут посмотреть живую вот эти анализы которые мы сегодня проговариваем кто сделает и у кого есть желание проконсультироваться показать мне анализ получить консультацию нужна ли определенная профилактика или терапия может быть схему расписать я готова это сделать спокойно да на безвозмездной основе помочь женщинам чтобы они знали в каком состоянии щитовидная железа поэтому будьте будем на связи я я просто очень знаете как хочу дать максимально всего вот ресурса и знаний и скажем так по пунктам 1 2 3 и тогда спасибо огромное мне кажется женщины пожалуйста воспользуйтесь вот предложению великолепного врача просто спасибо большое да это важно это это правда очень очень важно кстати я видела тут был комментарий по поводу цвета кожи да действительно но вы знаете какой любопытный факт оказывается у жителей африки у которых вроде как действительно меланин это да определенный пигмент гораздо больше чем у нас европеоидов них тоже оказывается бывает дефицит витамина d у них тоже бывают рахиты то есть это это немного немного разные вещи да вот насколько меланин работает и кожа смыглая даже если европейские анализы да я читаю я по-английски по-латыни тоже читаю вот мне вчера отправили анализ на грузинском представляете еще израиля тоже отправляю я конечно полиглот но вот скоро вы учуете конечно конечно дорогие отправляйте все хорошо двигаемся дальше да значит первый пункт витамин d второй очень мой любимый спокойствие и релакс это это креугольный камень креугольный камень всех нас почему все мы знаем про гормон кортизол это гормон стресса и здесь расскажу что если у женщины повышенный уровень кортизола в крови кортизол является он тра да то есть против он традо немного так как говорил в медицинским языком но думает даму на нас поймут гормон который мешает превращению вот мы говорили ранее т4 в т3 получается что т4 опять же в норме до анализы в норме поэтому еще раз я буду несколько раз повторять именно сдать и т4 свободно практике свободных и 3 но если гормон кортизол повышен он будет мешать он не будет давать формироваться энергии на свершение на дела и по сути женщина все равно будет в тканевом гипотиреозы ткани органы будут испытывать дефицит энергии просто не будет превращения поэтому здесь вот важный момент понять насколько процентов моей жизни стресс насколько процентов я могу с ним что-то с ним сделать расписать вот это очень важно что мне доставляет удовольствие где я теряю энергию где я получаю энергию от каких действий вот буквально если возьмете и напишите это на бумаге это он действительно стимулирует я уверена что ты тоже работаешь и всем тоже занимаемся тоже на коучинге потому что на самом деле если кто-то думает что это все знают но поверьте мне 30-летний 40-летний тоже не могут и топ-10 вещей перечислишь которые доставляют ему удовольствие поэтому это работа над собой через конечно нужно пробовать экспериментировать да если это не знает да интуитивно может быть что-то представляет какой-то опыт у нас есть у каждой из нас вот но быть любопытной и пробовать узнавать конечно вот например написать просто вот начать вести вот в течение трех дней сделать на себе такой план и написать на листочке бумаги там 30-40 пунктов пусть они просто будут да вот такой вот столбцом и что мне доставляет удовольствие я сейчас сразу могу написать я люблю чай молочный улу люблю посидеть вот именно в тишине для меня это ресурс смотря на закат например на какое-то красивое красивую картинку дальше массаж почитать книгу погулять и сделать буквально каждый день по одному из этих списка и из этого списка ну дальше я думаю это лучше может быть к тебе обратиться я сейчас не как специалист вот в этой сфере но просто обратите на это внимание если в моей жизни стресса 99 процентов надо понимать что кортизола много и этот кортизол влияет на превращение гормонов щитовида железы прямая корреляция более того кортизол еще многие слышали про гормон инсулин на резистентность это тоже бич 21 века это как раз плоскости ожирения лишнего веса сахарного диабета 2 типа и если кортизола много это контр инсулярный гормон не буду вас грузить неважно суть в том что вот этот пояс да вокруг живота который очень часто является проблемой если вы видите что есть лишнее на животе пожалуйста скорее всего вы понимаете что кортизола лишнее много значит его нужно снижать доступными способами только через расслабление кортизол это стресс это напряжение что вас расслабляет что для кого-то это активный драйвовый спорт для кого-то это сериал знаешь что я еще практикует с моими клиентками это ментальное расслабление особенно ментальное расслабление особенно в это время визуализации да мы представляем правильно дышать особенно в это время когда границы закрытые это пользуется очень очень эффективные техники которые используют в своих сетях как еще ментальный тренер поэтому может мозг то не различает что правда что нет поэтому когда мы визуализируем где-то кто в лесу кто в горах кто на море когда мы представляем правильно дышим тогда организм сильно успокаивается а если еще это практиковать каждый день по 5 минут то вот наша профилактика идея это всего лишь 5 минут даже я вот часто говорю вот все моем посуду да ну не все хорошо повезло что есть посудомоечные машины вот даже если надо там две-три тарелки помыть можно же из этого мытья посуды сделать медитацию на самом-то деле это две-три минуты да вот это просто возможно просто это надо попробовать и посмотреть и автоматически уровень кортизола будет падать это доказано и ты права медитация расслабление техники йога вот позавчера мы тоже проводили эфир показывали упражнения тоже дыхание пожалуйста все доступно только надо это делать и вот напоминать себе вот каждую сессию мы фиксируем с клиенткой моя задача не дать эту энергию во время сессии а научить клиента чтобы он сам ее вызывал чтобы сам ее мог всегда генерировать когда ему это надо да и я тоже не важен благосрочный успех клиента поэтому я всегда спрашиваю как ты можешь себе напомнить об этом да мои коллеги потому что у каждого это индивидуальный случай нет такой универсальной таблетки конечно было бы здорово всем прописать одно и то же но все-таки у нас индивидуальный случай да да твоя профессия твое призвание очень важно очень важно особенно в 21 веке когда мы немного не понимаем вот в это неустойчивое время как быть дальше вот стресс зашкаливает действительно и ответ выход для каждого человека если мы говорим плоскости женщин у каждой женщины свой и найти это очень важно с профессионалом потому что можно биться психосоматике в проблемах очень много но здесь очень важно работать с двух позиций и тело привести его порядок до здоровья и со стороны ментала разума распланировать есть вещи на которые никак не можем повлиять никто же не знает сколько все это продлится правильно но уже больше года и что нам сидеть и ждать гадать на на картах когда это закончится время идет жизнь идет сейчас до учиться жить в это вот такое время и специалист в этом действительно помогает правильными вопросами достучаться докопаться вот до своей правды а мне что тебе важно что ты хочешь для себя поехали дальше третий пункт третий пункт я его назвала море и океан может быть как раз вот ментальных упражнениях можно как раз поднимать все эти ассоциации но почему море океан я так озвучиваю чтобы да нам было может быть проще потом запомнить и вспомнить о чем мы говорили это йод это цинк микроэлементы эти необходимые вещества которые нужны чтобы превращение вот это т3 в т4 биологически активную форму было хорошим поэтому йод нам здесь необходим морепродукты это водоросли это воздух это испарение йода поэтому повезло тому у кого есть эта возможность поэтому если вы не живете сейчас на это если мы в условиях города можно также определить своей крови и можно определить своей моче уровень йода хватает ли мне йода и если не хватает добавить есть добавки да и видео водорослей очень таких хороших качественных есть еще натуральные естественные формы такие биологически активные йода селена и цинка поэтому здесь вот третий пункт я бы конечно остановилась именно на на вот этом вот моменте и плюс обязательно продукты да вот нам нужны море продукты нам нужны и почему они еще важны все мы знаем про омега-3 важные жирные кислоты они помимо того что нужны для того чтобы держать обмен веществ хорошей до нормы он еще они еще нужны чтобы снизить воспаление стресс поддерживать воспаление стресс к сожалению снижать иммунную систему и здесь омега-3 вместе с микроэлементами очень 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 важно да конечно конечно если у пациентки гипертиреоз то есть избыточная функция железы в таком случае безусловно мы снижаем уровень потребления йода то есть мы не добавляем дров в огонь да там и так все горит но если все хорошо или наоборот дефицит поэтому мы определяем уровень йода сколько добавлять и больше или нет поэтому это должен посмотреть все-таки специалист для этого и нужны доктора да чтобы оценить клинику не опасно ли добавлять йода больше есть такие состояния как аутоиммунные состояния аутоиммунные тириди хошимота очень часто в европе называют тут аккуратно нужно давать йод потому что именно добавление йода расценивается тоже как добавление дров в этот огонь тут мы больше работаем с точки зрения снижения воспаления через омега-3 то есть мы добавляем больше омега-3 больше селена например а не йода то есть это вот как раз уникальной рецептуры каждой женщине нужен свой рецепт зависимости от того а что какой изначально базис у него сейчас присутствует вот по поводу второго пункта мы не сказали как определить уровень кортизола да мы сказали что он важен но здесь очень такой нужный момент кортизол мы определяем как по крови берем анализ крови но более даже показательный будет определение суточной моче правда немножко сложновато это нужно весь день быть дома и не собирать соответственно такую внутреннюю трехлитровую а потом уже выделить немного для анализа отнести в лабораторию он более показательный но еще более показательный это определение кортизола и смотрим суточный ритм утром как мы проснулись и вечером перед тем как ложиться спать но конечно желательно в 22 часа определить уровень кортизола принято по лаборатории 8 утра и 22 вечера хотя многие ложатся и два часа ночи вот почему это важно да собирается слюна потому что первым признаком того что с кортизолом что-то не то то есть нашими надпочечниками что стресс зашкаливает организм уже не успевает справляться это извращение суточного ритма в норме кортизола утром больше и он нас будет он поднимает еще температуру тела он повышает уровень сердечных сокращений начинается активность давление веществ начинает как бы пробуждаться а вечером соответственно его должно быть меньше потому что нам нужно расслабиться нам нужно уже подготовиться к сну все обменные процессы закрываются желудок должен отдыхать вот кишечник тоже вот уходит на другую переработку да то есть организм должен отдыхать и мозг тоже но если мы видим в анализах наоборот картину то есть кортизол утром низкий а что такое кортизол утром низкий это значит не слышу будильник не могу проснуться без кофе не могу проснуться без трех чашек кофе час а то и полтора сижу и и думаю господи а где я и кто я а вечером соответственно обратная картина то есть он надо же еще сготовить миллион блюд для семьи там на следующую неделю еще написать отчет а еще там ленте тоже что-то посмотреть еще всем ответить и еще как-нибудь быстро намазать крем у меня есть знакомая которая говорит так я мажу 15 секунд это много конечно уже и сон не приносит удовольствие потому что кортизол уже все разбудил она думает что утро и пора работать поэтому утром все начинается как говорится наоборот да то есть только только кортизол приходит в норму где-то около 12 тире 14 часов дня то есть вечером он поднялся он конечно утром низкий поэтому усугубляется вся за система тем что утром начинается кофе то есть это это как раз booster он кофе это как знать как спичка вот она дает резкий выброс энергии но к сожалению это запасы своей энергии истощаются и так изо дня день изо дня день месяц воды и получается что страдает кто щитовидная железа поддерживается воспаление опять же вот этот кортизол мы вернулись на второй пункт ну как мы вот хочу просто еще раз прямо можно сказать что вот такими привычками своими да которые мы не меняем которые ну просто кажется что они нас взяли над нами вверх мы сами поддерживаем в себе плохую работу щитовидной железы вот это вот важно и работать тут нужно именно со своими привычками вводить ритуалы для отхода ко сну вводить он контрастный теплый душ значит контрастным утром более прохладным вечером то есть потихонечку потихонечку никто не говорит что нужно сразу отказываться от кофе это прекрасно но если вот понять да причинно-следственную связь то этот порочный круг приведет болезни истощение у работы щитовидной железы и дальше вот или гипотириозу или гипотириоз поэтому вот это важно спасибо за учение так что мы поговорили первый пункт второй пункт у нас спокойствие третий пункт море океан мы поговорили про микроизмены важные четвертый пункт свежий воздух свежий воздух почему свежий воздух потому что кислород кислород необходим для обменных процессов то есть вот это вот коневое дыхание именно с помощью кислорода без него нет жизни и что еще важно многие дамы даже не подозревать что у них есть проблема с анемией анемия это поголовная проблема которая идет как рука об руку с гипотириозом и с проблемами по щитовидной железы поэтому значит обязательно мы должны проверить приди при гипотириоз это проверяем дефицит железа смотрится ну как железо сывороточное дальше смотрим трансферин трансферин это транспортный белок который берет на себя железо и дальше его доставляет тканям у крови достаточно ли мы у меня этого белка и смотрим еще ферритин ферритин это запас железа который в печени очень почему все три надо обязательно железо может быть норме но запасы уже все вот они буквально нуле то есть мы живем на своем ресурсе это важно поэтому железо трансферин ферритин я потом вот напишу у нас вот может ну под эфиром справочку чтобы это тоже было наглядно нужно определять потому что если не будет железо если не будет достаточно кислорода то соответственно и энергии в том числе не будет поэтому вот я хотела добавить мне в свое время сказал что у меня не хватало магнезия 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 и магний поэтому щитовица начала больше да магний важнейший микроэлемент которого в условиях стресса он тоже влияет в вот эти цепочки ферментативных реакций он необходим при стрессе его потребность увеличивается аж в пять раз аж в пять раз если магния мало то мышцы напряжены да они как каменные сон неустойчивый поверхностный нет расслабления нервная система как как струны натянутая магний очень нужен для хорошей работы нервной системы но в том числе и витамины группы b кстати поэтому проверяем b1 b2 b6 это как раз для нервной системы b9 это наша любимая фолиевая кислота и b12 как раз для кровотворения и этот комплекс он просто ну не обходим учитывая безусловно что у женщин есть менструальный цикл что ежемесячно у нас есть потери физиологические но у кого-то физиологические к сожалению и не физиологические потому что есть эндомиозы есть миомы матки есть другие проблемы гинекологические с которыми из месяца в месяц потеря очень большая а запасы не пополняются что сделать щитовидная железа она собой начинает жертвовать она выделяет все больше и больше истощает гормона для того чтобы работала батарейка а женщины ведь что делает вот есть энергия и все не на себя я ее потрачу это психосоматика это то что вот сейчас много много об этом говорят что щитовидная железа вот заметьте почему называется щит потому что это некий щит это способ за с одной стороны защититься да от проблем как нам кажется да вот окружающего мира но и то же самое открыться ему показаться миру реализоваться озвучить реализовать свой потенциал какие-то свои желания высказаться я работаю с стереотередологии 20 лет а почти что скоро будет 20 лет что я заметила кто болеет проблемами щитовидной железы как правило это эмпаты очень чувствительные натуры которые тонко все чувствуют но сказать нет не мое не хочу не буду минут как будто в щите так он да как будто щит вот ставится и внутри вот эти вот негативное проживание чувств невозможность их выразить высказать выдавите себя они вот тут стоят да вот как маяковский говорил ступил на горло собственной песни то есть проблемы психологического характера практически у девяносто пяти наверное процентов и мужчин и женщин просто женщины более эмоциональны для них для них это более характерно невозможность проговорить почему вот я так рада нашему эфиру совместному потому что именно работа такая вот до врача который работает по телу и человек который знает и может достучаться до психологии вытащить какие-то вот блоки обиды претензии страхи женщине очень важно чтобы разобраться своей жизни поставить что бы не происходило в жизни любая ситуация ее можно из нее вытащить ее как ресурс да главное понимать избегать мы никогда не может мы не можем избежать это избежать но это приводит болезни это себе во вред да мы же не хотим их как контролировать мы хотим мы хотим ими управлять да мы хотим использовать эмоции пережить поэтому мы работаем очень часто над обидой виной да это мы сливаем энергию просто еще кроме того что ты сказал это влияет на наше здоровье да и физическое вот но и мы находимся в постоянном нересурсном состоянии поэтому управление эмоциями это очень важно понять первое основное потому что ничего плохого нет в том чтобы испытывать негативные эмоции это жизнь это нормально покажите мне человек который всегда а ты знаешь на негативные эмоции во первых все эмоции не бывают плохих или хороших каждая эмоция она во первых они защищают нас они защитные функции а во вторых даже вот на злости это энергия мы можем на злости очень многое достичь и завершить дела то есть мы можем выбрать ты можешь ходить с гадами и перерабатывать твою травму а или ты можешь выбрать из этой ситуации позитив понять что тебе чем это помогло и переформировать использовать это в будущем как что-то сильное это самое на мой взгляд важное да потому что замалчивая отворачиваясь от того что происходит в жизни это не есть решение проблемы это только усугубление сколько женщин молча терпят насилие в семье какие-то проблемы межличностные отношения по разным причинам да то есть например принято было в семье так все жили так значит и мне наверное придется жить так и так далее поэтому классика вот психосоматики проблем с щитовидной железой это я стеснув зубы улыбаюсь всем машу а внутри меня распирает злость обида недовольство вина и много-много-много-много всего нужно осознать и вытащить и чем дольше это длится чем дольше тем очень-очень сложнее вытащить поэтому убивают нас изнутри просто поэтому и тревога и панические атаки это все оттуда это нежелание что-либо с этим сделать это это вот ощущение знаете как дети там закрывают глаза меня нет жизни если такая стратегия просто она не выгодная вот это можно осознать и нужно иметь очень большое мужество признать да у меня были дамы которые по 17 лет так жили и не иметь мужество признать что 17 лет могли пройти зря знаете это не просто осознать это время это большой отрезок времени очень-очень хорошая честно дала озвучить дал то что я чувствую озвучить то называется до начала осознать ты осознаешь и понимаешь потом ты можешь принять или отпустить да но это назвать твое состояние твои чувства твои эмоции очень очень важный пункт да да поэтому чтобы быть в ресурсе чтобы иметь энергию чтобы эта энергия работала нам во благо не расплескивалась и направлялась на поддержание внутреннего напряжения на то что как это многие любят всех спасать лезть в чужие дела это тоже растрата энергии потому чтобы энергия была именно внутри нужен план поэтому я предлагаю пойти по плану по взрослому составить чека до чек-лист а у меня как дела а я на какой стадии меня все окей молодец там себе галочку похвалила пошла дальше или у меня там ничего но есть на чем поработать или осознать что все очень-очень-очень запущено не принять решение а что я дальше готова сделать поэтому я предлагаю 30 минут бесплатной сессии где мы рассматриваем диагностику колесу было колесового жизни да мы рассматриваем все сферы понять где мы находимся там то есть это очень-очень важно и кстати все кто будет слушать эту сферу смотреть пожалуйста записывайтесь мне в директ на 30 минут на бесплатную сессию просмотрим ваше ресурсное состояние да пожалуйста буду рада это чудесно я девчонок тоже своих всех тебе приведу потому что очень важно работать сообща очень важно работать в партнерстве со всех сторон женщины многогранные существа и если что-то не получается это не значит что я там что-то какая-то такая не такая у всех получается у меня нет возможно что вы просто не нашли не нащупали свой ресурс а когда специалист его видит со стороны и достаточно одной фразы оказывается вот это моё это замечательно я благодарю тебя просто души это же неоценимо иметь возможность соединиться и спросить профессионала прекрасно кристина у нас с тобой осталось еще пять минут вот мне кажется невероятно этот час прошел так незаметно на такой энергии надо чувствуется мне такая благодарность идет к тебе вот спасибо большое за такие вот прям все по полочкам разложила и объяснила нам такие советы дала спасибо большое мне кажется все кто нас сейчас слушал и будет слушать оценят это в любом случае и пожалуйста идите к врачу сдавайте анализы делайте это регулярно да хотя бы там раз в год и не знаю как кристина скажет один раз в год хотя бы до минимум ходить к врачу ну опять же главное сделать это многие боятся это это на мой взгляд не взрослая позиция это уже такая инфантильная ой как-нибудь да что-нибудь рассосется некогда некогда нет времени а потом диагноз какой-то приходит здесь очень важно хотя бы один раз сделать понять про себя где что если есть какие-то слабые моменты ведь все разные да если в семье были проблемы именно по нервной системе значит этому нужно уделить больше внимания и делать все те упражнения и все те мероприятия нацелены на укрепление вот этого слабого звена и усиление сильных сторон тогда достаточно будет и раз и два и три года то есть человек уже научился понимать и тело оно само будет подсказывать все ли у меня хорошо или как то есть хотя бы оно нам подсказывает самое первое что нам подсказывает это тело просто мы в такой спешке находимся то часто мы забываем спросить себя вообще как я себя чувствую да и только вот когда конечно женщины попадают на на консультацию они первый раз об этом задаются вопросом а как я себя ощущаю как я себя чувствую на самом деле невероятно у нас все ответы уже у нас самих и мы просто забываем спросить у нас понять да поэтому я хотела добавить быстренько я вот да завершил написала свою первую книгу для женщин как быть в ресурсе да спасибо и вот моя самая первая глава которая написала она сейчас является второй но самое первое это вот медицинский отдел обращайтесь к специалистам я тоже описываю чтобы сдавали анализы потому что часто не понимают ли да оказывается все так просто не хватало просто железа или проблемы с щитовидной с железой то есть здесь такой момент очень важно пожалуйста это может быть так легко благодарю тебя и вот ты сказала про чувства знаешь что интересно очень часто я слышу на приеме а что я должна чувствовать а как правильно то есть настолько женщина не в контакте собой это вот именно вот это вода потерянность что необходимо ставить щит на защищен жертвовать щитовидной железой только потому что нет разрешения на чувства и она спрашивает у других людей а это правильно а я правильно чувствую а я могу это чувствовать или нельзя это чувствовать или это неправильно понимаете где кроется вот вот колоссальная работа поэтому я очень благодарна что есть такие специалисты как ты и неважно что ты находишься другой стране сейчас есть возможности онлайн а все это прочистить провести и снять массу 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 проблем из своей жизни давай делать ну мне кажется можно говорить о тему спасибо большое тебе кристина огромнейшее спасибо такой такой жизнерадостный солнечный человек просто чувствует с собой харизмом и даже онлайн это невероятно наполняешь таким вот энергией солнца мне кажется каждую комнату где ты находишься спасибо огромное берегите себя пока пока спасибо тебе лана всем хорошего вечера